Ни для кого не секрет, что в последнее время технические специальности не только в Бурятии, а по всей России переживают нелегкие времена. Школьники все реже сдают физику и химию. По словам депутата и экс-министра образования Алдара Дамдинова, лишь четверть студентов России обучаются на технических специальностях. Но даже у них уровень подготовки сильно отстает от современных требований. Совместить понятие, то, что предполагается по нашим образовательным стандартам, и что требуют работодатели. Часто бывает, что они друг друга просто не слышат. А даже если вдруг и слышат, то современные стандарты не подразумевают подготовку специалистов. Бакалавры, которых сейчас штампуют вузы, редко продолжают учебу дальше. Нет специалистов с высшим образованием, авиационного профиля. Это конструктора, технологи, сначала мастеров и прочие. А школа в Бурятия не готова к этому, к школе высшего образования. Школьная система образования также подверглась критике. Она нуждается в более узком изучении предметов, когда, как на сегодняшний день, школьники изучают все, но, к сожалению, поверхностно. Это ранняя профилизация еще в период получения общего образования. Это совместные олимпиады, это профориентационная работа нового формата. В этих условиях предприятиям приходится выкручиваться самим. При авиационном заводе уже несколько десятков лет работает техникум, который готовит именно те кадры, которые востребованы на заводе. А главное, что их потом не приходится переучивать, что значительно экономит деньги и время. Чингис Ачиров, Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.